в японии готовы начать самый большой сброс в океан радиоактивной воды с печально известной аэс фукусима власти заверили что бояться не стоит якобы в целом она максимально очищена от опасных веществ но как все обстоит на самом деле давайте разберемся более миллиона тонн радиоактивной воды из аэс фукусима японские инженеры сольют из тысячи с лишним резервуаров в тихий океан процесс начнется уже весной токио ссылается на две причины во-первых резервуары переполнены а опасную воду попросту негде хранить во-вторых слив позволит начать демонтаж разрушенной 12 лет назад в результате землетрясения и цунами атомной станции процесс демонтажа растянется на 40 лет мы строим специальный подводный тоннель и другие объекты в рамках подготовки к сливу отработанной воды мы в ближайшее время предоставим подробные объяснения и планы чтобы развеять любые опасения сказал президент токийской энергетической компании тамааки кабаякова правительство японии уверяет весь мир что спустя 12 лет после аварии инженеры отфильтровали большую часть радиоактивных изотопов правда в воде остается третий его трудно удалить магатэ тоже дало свое добро japan as just announced how it will dispose of the treated water store at the fukushima nuclear power plant following the twenty eleven accident вот только даже в самой стране немало тех кто против сброса зараженной воды в океан работники местной рыбной промышленности уже выходят на масштабные акции протеста радиоактивную воду сбрасывать нельзя правительство обещало посоветоваться с нами рыбаками но теперь министрам все равно и мне важно наше мнение им наплевать что с нами станет после того как они сольют эту воду в океан считает протестующий раньше они говорили что не будут сбрасывать эту заразу в океан не получив всей информации нет прощения тем кто нагло разрушает окружающую среду заявил житель японии международные экологические организации говорят что действия японии напрямую угрожают биоресурсам всего тихого океана менее чем через год после цунами которая разрушила атомную станцию дайчи в префектуре фукусима радиоактивную рыбу вылавливали за семь с половиной тысяч километров у тихоокеанского побережья канады и сша но от фукусимы до того же владивостока или островов курильской гряды в семь раз ближе чуть более тысячи километров дальний восток это две трети российского промыслового улова наше ведомство все эти годы сообщали что радиоактивная вода с фукусимы не влияла на рыбу пойманную на дальнем востоке но порция зараженной воды более чем в миллион тонн вновь поднимает вопросы продовольственной безопасности для всех стран тихоокеанского региона японцы об этом не подумали по словам специалистов даже низкие уровни радиации в океанской воде могут резко возрастать в определенных морепродуктах которые затем попадают на стол полагаю что эта операция рискованная опасная и приведет к загрязнению прибрежных вод в тихом океане считает игорь никулин эксперт по химическому и биологическому оружию например морская капуста абсорбирует йод в результате концентрация радиоактивного йода может быть в десятки а то и сотни раз выше чем в морской воде затем этот продукт попадает на стол мы его едим естественно нас никто не будет предупреждать что он из этой зоны объяснил эколог андрей фролов ученые подсчитали что только за первые два года после аварии в тихий океан попали десятки тысяч тонн воды зараженной цезием стронцием и тритеем с тех пор ежесуточно происходили утечки по 400 тонн истинные масштабы заражения океана ученым еще предстоит выяснить если конечно япония раскроет всю информацию